Еще совсем недавно от жителей города поступали многочисленные жалобы на состояние контейнерных площадок во дворах. На сегодняшний день проблема вывоза мусора решена. В минувший четверг в рамках еженедельного обхода глава города Евгений Смышляев лично проверил самые проблемные контейнерные площадки Лобни. Как показал обход, результат работы управляющих компаний и администрации налицо. Основные завалы устранены, констатирует глава города. Проблемы, некоторые перенакопления, навалы, которые были, они ликвидированы. Большинство площадок сегодня в четверг в районе обеда находятся в нормативном состоянии, мусор вывезен. Есть в ходе нашего объезда две площадки, где были некоторые такие моменты, связанные с подбором мусора, где необходимо его осуществить. Это в микроэйне Южной, на Ленина-7, на контейнерной площадке. Но навалов переполнения каких-то сегодня нет. И задача была поставлена нашим управляющим компаниям, руководителям управляющих компаний, чтобы контейнерные площадки у нас находились на территории городского округа Лобня в належащем нормативном состоянии. Проверки со стороны руководства города подверглись те площадки, на содержание которых от горожан поступило самое большое количество обращений. Речь идет о дворовых территориях на Ленина-7, Кольцевой-1, Чехова-7, а также некоторых площадках в микрорайонах Букина, Южном, на Москвичей и в Катюшках. По состоянию на 31 мая все они были убраны. Я надеюсь, что после принятых мер по стабилизации ситуации с вывозом ТБО в ближайшее время таких трудностей, большого количества жалоб обращений стороны жителей не будет. Будем стараться, что работа теперь будет носить плановый текущий характер. Если в вашем дворе ситуация с вывозом мусора не решена и контейнеры переполнены, первым делом стоит обратиться в свою управляющую компанию. Информационные стенды с координатами диспетчерских служб есть в каждом дворе. Если после вашего обращения меры не будут приняты, необходимо звонить напрямую в единую дежурную диспетчерскую города по телефону 577-1243. Никита Панин, Данил Свидерский, Михаил Жуков, телекомпания «Логня».